Гала-концерт начался с выступления известного хора русской народной песни «Околица» под руководством Людмилы Пелецкой. «Околица» Девятый ежегодный фестиваль народного творчества – это подведение итогов большой работы, проделанной в течение года. Праздничный концерт вела главный режиссер мероприятия Галина Власенок. Уверена, что сегодня у нас с вами есть замечательная возможность зарядиться по-настоящему хорошим, солнечным, весенним настроением и получить максимальное удовольствие от выступлений участников концерта, победителей фестиваля. Праздник на протяжении многих лет собирает вместе талантливых людей, объединенных любимым делом – творчеством. Он дает возможность общаться с друзьями и публикой. В этом году фестиваль посвящен 60-летию Одинцова, и его участники смогли признаться в любви к родному городу. Благодаря этому конкурсу жители имеют возможность прикоснуться к истории, вспомнить о подвиге, доблести и чести. Здесь звучат песни военных лет, стихи, литературно-музыкальные композиции, благодарность за возможность жить, мечтать и любить, не зная, что такое война. Каждый номер программы по-своему уникален. Композиция по поэме Маргариты Алигер «Зоя», посвященная герою Советского Союза Зои Космодемьянской и представленная клубом «Ветеран», не оставила никого равнодушным. По тропинке, вот, еще немного, по тропинке до того столба, ведь мне еще дойти дотуда, этот длинный путь еще прожить, может быть, случится чудо, где-то я слыхала, может быть. По итогам фестиваля счастливыми обладателями Гран-при стали хореографическая группа «Магнифика Шоу Дэнс» Сергей Ермелин, Анна Емельянова, Владимир Маринников и Константин Григорьев. Галоконцерт получился очень ярким, душевным и запоминающимся. Лауреаты всех степеней были отмечены дипломами и кубками. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».